Мэйвис пришла загадочная посылка. Ничего себе, ткани превратились в платье. Красные леггинсы отправляются на доработку. Больше черных полос, еще больше. А обувь посмотрим. Это точно нет, выбросить. Это нет, сжечь. О, кеды на каблуках, уже поинтереснее. Парикмахер решил не мелочиться, срежем все. Прощайте, рыжие волосы. Распускаем на нити атласные ленты. Накладные трессы создадут новый лук. Винтажная челка Мэйвис к лицу. Стираем прошлый макияж, пудрим личико. Рисуем голубые глаза. У Мэйвис выразительный взгляд. И какой вампир без клыков? Ну вот, теперь мы просто копия друг друга. Мэйвис создала своего кукольного двойника. Рррр. Зубками клац. Обрезаем трубочку и изгибаем. Картонная трубка превращается в удобную плойку. Добавляем кнопки регулировки режимов. Наполняем цилиндр термоклеем. Баллончик вампирского спрея для волос готов. Идеальная укладка обеспечена. Наша героиня готовится к торжественному открытию отеля. Пора навести красоту. Хорошая укладка преобразит любой лук. Чтобы сохранить идеальный вид до конца праздничного вечера, Мэйвис уложила волосы плойкой и зафиксировала спреем. Впереди настоящее веселье. Колпачок дополняем ручкой. Размечаем лезвие пилы. Зеркальный картон действительно выручил. Ух, берегитесь, зубчики очень острые. Эта вещица не для детей. Дракула устроил торжественное открытие своего отеля Трансильвания. Он пригласил всех жителей темного мира. За процветание Трансильвании во веки веков! Ура! И Драк разрезал парадную ленту пилой. Согласитесь, это гораздо эффектнее привычных ножниц. Из деталей к лего собираем необычный механизм. Пластиковый стакан лишился верха. Голова куколки и проволока объединились в удивительную конструкцию. Детали установлены. Скульптурный пластилин изменил голову до неузнаваемости. Очень характерное выражение лица. Затонируем механизмы и тело. Седые космы торчат в разные стороны. А усы и борода только из барбершопа. Острые коготки требуют маникюра. Фыхтят трубки, вращается пропеллер. Ван Хелсинг отправляется в бьюти-приключения. Полный релакс можно найти лишь в салоне красоты. Сегодня по плану укладка и новый маникюр. Как только мастер нацепила бигуди на седые пряди и принялась за маникюр, раздалось уведомление. Срочное сообщение. В отеле Трансильвания очередное сборище монстров. Ван Хелсинг в бешенстве. Опять они собрались. Самое время туда направиться. И бедолага, не закончив процедуры, помчался в Трансильванию. Деревянная ручка еще понадобится. Проволока скручивается в петельку. Фиксируем ее на конце. Вау, какой огромный кристалл. Желе принес ручку. Вот спасибо. Нам еще нужно все подключить. Лазер-трансформер способен на многое. Ван Хелсинг засел у себя в мастерской. Это его обитель и место рождения новых изобретений. Как так? Моя дочь, обученная охоте на монстров, связалась с этим, с этим мерзавцем Дракулой. Возможно, сегодня я сотворю прибор, который поможет решить эту проблему. Ван Хелсинг принялся экспериментировать. И вот оно. Мое гениальное детище. Встречайте. Лазер превращения монстров в людей. О-хо-хо-хо. Берегитесь. Я наведу порядок на этой монстровечеринке. Ха-хо-хо-хо. Из проволоки скручиваем каркас. Воздушный пластилин принимается за работу. В руках мастера он превращается в удивительного монстра. Длинный хвост, массивные лапы, вытянутое туловище. Кожа у создания ярко-зеленая. Добавляем пятнышки и придаем мордочке выразительности. Из рыжей шерсти создаем торчащий хохолок. А фоамирановые зубки – страшный сон любого монстра-стоматолога. Наш герой явно заботится о ноготочках. Неужели это Джонатан? Поверить не могу. Да, произошли радикальные перемены. Помоги мне, Ван Хельсинг, прошу! Всю дорогу Дракула недолюбливает меня из-за человеческого происхождения. Ты как раз вовремя. Недавно я изобрел интересную вещицу – чудо-луч превращения. Готов его испытать на себе? Ради Мэйвис и одобрения Дракулы я готов на все. Ослепительный луч ударил в Джонатана, и тот превратился в дракона. Ой, какие у меня большие руки и ноги! Поверить не могу. Я стал монстром! Круто! Неповоротливый дракончик трощит все на пути. Ой, как устоять на таких ногах? Но как я счастлив быть монстром! Вау! Вырезаем картонные детали для той самой коробки. Гроб, не ослышались? Типичный элемент интерьера вампиров. Окрашиваем его в черный цвет, оббиваем бархатом изнутри. Добавляем крышку на петлях. Украшаем его рядами золотых полубусин. Такой гроб стоит целое состояние. Сразу видно, владелец – зажиточный граф Дракула. Он преспокойно отдыхает в своем холле. Слушает классическую музыку, довольно попивая томатный коктейль. Лунная походка, вампирские танцы – как чудесно загробная жизнь. Как вдруг идиллию прервал зять? Да еще и в таком виде! А-а-а! Кто здесь? Монстр! Жуть! Извольте удалиться! А-а-а! Испугавшись, Дракула запрыгнул в гроб и захлопнул крышку. На всякий случай. И куда он подевался? Странно. Ладно, поищу в другом зале. Фул ушел! Лист картона рассыпался на рамку и обрезки. Окрашиваем в коричневый и тонируем золотом. Раму облюбовали летучие мыши и пауки. Из влажной салфетки получилась густая паутина. Подходящая картина нашлась сразу. Секрет древних мастеров. Скелеты и духи. Устроим настоящее пати. Диджей, поставь нашу загробную. О да! Здорово размять косточки! У-ху! На таких тусовках принято приходить не с пустыми руками. Дракула здорово подготовился к торжеству. Диджей, света музыка, танцы. Лучшие друзья решили отблагодарить хозяина. Ожившая картина станет достопримечательностью отеля. Восхитительно! Какая работа! Всем хочется поглазеть на шикарный подарок. Спасибо вам! Горжусь нашей дружбой! Из старых пипеток создаем обрезанные капсулы. Склеиваем их и наполняем слаймом. Радиоактивное желе – аппетитное угощение для монстров. Желе направлялся в отель, но на пути его постоянно подстерегали преграды. Вот незадача. Кто здесь оставил корягу? Придется вытаскивать самому. Эх! Ура! Желе починил мопед, нажал на газ и помчался в отель. Но подъезжая, умудрился заехать на гору. Аааа! Сегодня мне катастрофически не везет! Пока он возвел руки к небесам, в него попал луч превращения. О нет! Желе стало настоящим! Бур-бур-бур-бур! Сегодня точно не мой бурый день. Нужно было читать гороскопы. Проволока пригодится. Вставляем затемненные линзы из папки. Крутой дизайн. Элегантное оправо к лицу – харизматичному графу. План Ван Хельсинга осуществлен. Дракула превратился в человека. Ох, что со мной! Живот, седина и ломота в теле. Страдая, Дракула не заметил, как настал день. О нет! Меня сейчас поджарит солнце! Стоп! Людям оно не страшно! Какая же красота! Прогуляться, что ли? Насладиться деньком за многие века! Дракула вышел на поляну. Огляделся, взглянул на небо и… Солнцегубительно для моих отвыкших от света глаз! Но на его счастье неподалеку проходил Антонио, дизайнер аксессуаров. Эй, твой лук шикарен, но с аксессуарами беда. Держи очки, будешь на стиле. Оу, спасибо, друг. Они мне как раз в пору. Довольный Дракула продолжил гулять по парку, в полной мере наслаждаясь солнечным деньком. Е-хе-хе! Что ж! Продолжение следует... Продолжение следует...